Всем огромный привет, кто заглянул на мой YouTube канал впервые. Меня зовут Таня и здесь я в основном говорю про парфюмерию. Сегодня видео не парфюмерное, я вам покажу все свои украшения и сумки. Честно вам признаюсь, я украшения не люблю и знаю, что сейчас напишите в комментариях. Таня сказала, я украшения не люблю и показала миллион различных украшений. Украшения я обычно покупаю под какой-то образ. Да, я знаю, что украшения не всегда подчеркивают ваш образ. На других люблю созерцать украшения, когда на женщинах много цепочек, красивые браслеты, много колец, так все красиво подобрано. Но мне это все мешает. И вот поэтому я в обыденной жизни не ношу украшения, а обычно подбираю какие-то аксессуары под какой-то образ на выход. Мы идем, например, на какое-то мероприятие, и я знаю, что я одену, и может быть что-то у меня же есть из моих украшений. Или если нет, я иду и что-то себе покупаю. А потом это у меня все мертвым грузом лежит. Обычные дни я ношу вот, девочки, сейчас покажу все мои украшения. Это малюсенькие золотые сережки, чтобы они мне не мешали. Вот, совсем малюсенькие, с цирконием, по-моему, они. Вот, одеваю, знаете, просто их, чтобы у меня не заросли уши. Обручальное кольцо, да. Вот, и еще иногда я одеваю вот такую цепочку, потому что дочка моя обижается. Это тоже золотая цепочка, она мне подарила старшая. И здесь три ребенка, это три моих ребенка, две девочки и мальчик. Вот она мне подарила, обижается, что я не ношу, но мешает мне. Ну, иногда я одеваю эту цепочку. Она маленькая, в принципе, иногда я могу потерпеть. А еще из золота у меня есть вот такое колечко. Это золото и четверть карата бриллиант. Тоже берегу это кольцо, потому что это подарок. А остальное золото, знаете, девочки, у меня было очень много золота. Когда-то я любила и браслетики себе покупала, я все сама покупала. Вот, и потом я от всего этого избавилась, предлагала детям, девочкам, девчонкам своим, и невестке, и дочке, может быть, что-то понравится, заберите. Нет, остальное я унесу в лом, в металлолом. В общем, унесла, но потому что девочки на самом деле лежат мертвым грузом, и не туда, и не сюда. Так, не знаю, разложила здесь вот свои все побрякушки. Не знаю, как это все будет выглядеть, но постараюсь. Вот на мне вот такое вот сегодня украшение. Это серебряная такая большая цепочка, и деревянная здесь вставка еще такие. Вот знаете, с чем она красива? Вот трикотажное такое обтягивающее платье одеваете. Оно же очень такое простое, и вот это украшение очень красиво смотрится. Вот я уже на себя надела, чтобы вам показать. Такая штучка у меня есть. Потом, в основном, как я вам сказала, что я покупаю под какие-то образы. Такое украшение. Вот, например, у меня есть вот такое интересное, типа колье, да, это кожа, и с, как он, жемчуг. Ну, я не думаю, что это настоящий жемчуг, потому что это недорого стоило. И к нему есть вот такой же браслет, точно такая же кожа. У меня был какой-то наряд, уже не помню, под что я это покупала. И вот эти украшения очень-очень хорошо подошли. Вот это колье, так называемое, я вообще уже никуда не ношу. А браслетик мне очень нравится. Иногда одеваю. Давайте я его, наверное, сейчас на себя одену. Красиво, кстати, смотрится. Тоже жемчуг, кожа. Такое сочетание тоже, наверное, я думаю, под стиль Боха, да, подойдет. Под платья какие-то мои. И зря я это все не ношу. Ну, не люблю, мешается мне вот, да. Скажите, согласитесь, красивый такой браслет. Так, дальше тоже я вот покупала такие украшения. Здесь сережки и вот такая вот цепочка. Это не серебро, не знаю, это бижутерия какая-то. Вот фирма у меня даже есть на коробочке написано. Вот если разглядите, я, девочки, не знаю. Вот так вот, да, наверное, видно вот такой бренд аксессуаров. У них целый магазин есть. И я опять же покупала вот это вот под серебро. Это не серебро, бижутерия. И розовая такая вот окраска под платье. У нас с мужем была серебряная свадьба. Мы ходили в ресторан, у меня было платье. Здесь такая черная вставка была, а платье было само розовое. И очень красиво смотрелось вот это украшение вот на черном. И сочеталось с розовым низом. Вот я, девочки, купила. И тоже иногда на видео одеваю. Но так вот, чтобы куда-то, может быть, еще... Платье это у меня уже я от него избавилась. Маме своей подарила. Потому что тоже один раз одену, потом уже не хочется. Потом, знаете, девочки, вот таких много у меня побрякушек. Это тоже бижутерия очень недорогая. Вот, знаете, они прям комплектами продаются. Продаются у нас в магазине в Израиле. Кто знает, сейчас, девочки, я вам скажу, как он называется. Забыла. У меня здесь сумка этого бренда. Называется Топтен. Топтен, наверное, все, да, знаете. В Израиле есть аксессуары. Там и сумки довольно-таки хорошее качество. И вот прям по три, по четыре штучки продаются такие цепочки. Иногда тоже купила, чтобы на видео что-то, допустим, черная водолазка, одеть такие цепочки. И, ну, чтобы более-менее нормально смотрелось. Опять же, вот это Топтен. Это одна, как цепочка, такая одна идет. И в сочетании с такой бижутерия. И, знаете, бижутерия, кстати, очень довольно-таки качественная. Не облазит, так все нормально сохраняется. Вот такая тоненькая, да, цепочка. Наверное, видели ли, на видео я ее частенько одеваю с жемчужинкой. Так тонко, красиво смотрится. Вот это тоже все из Топтен идет. Можно в сочетании вот три цепочки одевать, как-то сочетать. И будет очень красиво смотреться. Так. Потом серебряная цепочка у меня есть. Вот такая, девочки. Мне нравится очень вот этот камень. Забыла, как он называется. У меня были такие же сережки. Сережки куда-то исчезли. Не знаю, пропали, не могу найти. Это был такой комплект. Вот. Очень красиво. Когда-то мне понравилось. Я купила и, в общем, тоже лежит. Сережки, не знаю, потеряла. Это серебро. Потом вот такое тоже, девочки. Это серебряная цепочка. Даже вот, видите, наверное, потемнело. Вот с таким вот камушком. У меня тоже такие были сережки. Сережки тоже исчезли. Не знаю, не могу найти. Это у меня комплектик такой был. Серебро. Оно красиво смотрится так. Так, сережечки тоже такие вот квадратные. Классно. Так, потом. Вот это я очень люблю украшения. Здесь вот просто веревка, да? Или кожа, это кожа. И вот такой вот медальончик. Очень красиво тоже смотрится на простое такое трикотажное платье. Делая, оно украшает. Ничего лишнего, да? И красиво так смотрится. Люблю вот это украшение. Люблю и вот это очень. Такие мои самые ходовые. Сказала Таня, что не любит украшения. Так, далее пойдемте. Покупала, девочки. Я вот такое. Это тоже серебро. Вот такое вот колье, не колье. У меня было платье такое. Тоже в ресторан ходила. Один раз сходила. Очень подходила. И здесь точно такие же вот сережечки. Вот такого вот плана. Вот как вот эта вот вставка. Здесь сережки вот точно такие же. Тоже купила, девочки. Ну, смотрите, да? Красота, серебро. Вот это, кстати, недешево стоило. И тоже лежит. Может быть, еще куда-то одену. Еще жизнь, еще... Вся жизнь впереди у меня. Так, далее. Потом, девочки, вот это тоже я очень люблю. Вот это нитка жемчуга. Ну, согласитесь, что это вообще незаменимый аксессуар, если у вас маленькое черное платье. Если я найду фотографии, выставлю вам, вы посмотрите. На любое черное платье всегда незаменимо. Вот этот жемчуг, нитка жемчуга по-разному. Можете там и соединить как-то, и завязать узлом. И, да, наверное, у всех есть женщин такая вот нитка жемчуга. Люблю. Потом покупала тоже, девочки. У меня такое платье было на выход. Вот такое вот оно прям полностью открытое. И очень красиво подошли вот сюда сережки. Под жемчуг. Ну, это не жемчуг, потому что они недорогие. Очень красиво так смотрится, когда открыто. Все, ничего лишнего. И вот эти сережки тоже иногда их на видео одеваю. Вот, девочки, приспособилась. Сейчас снимаю видео и одеваю различные аксессуары. А так бы и лежали тоже. Потом у меня вот такой целый набор есть. Это у меня свадьба дочери была. Тоже вставлю вам фотографию, если найду. Вот такая вот гребешок такой был. У меня была каре. И мне сделали такую прическу. Здесь вот выпустили немножко. А здесь волос весь собрали. И туда она мне вот так вот воткнула вот эту вот штучку. Ну, как назвать? Мастер, да, которая мне делала прическу. Вот такая штучка. Под нее вот под эти листики у меня были вот такие вот сережечки. Тоже их иногда на видео. Люблю эти сережки на видео, когда снимаю, одеваю. И вот такой браслетик у меня был. Сейчас все на себя напялю. И очень все это красиво сочеталось. У меня было сиреневое платье красивое. Так, это я на... Ну, лежит, а куда? Куда это денешь? Лежит. Вот эти сережки тоже, по-моему, это мне моя старшая дочка подарила. Нет, это не серебро. Серебро бы уже потемнело. Это, наверное, бижутерия. Но они тоже очень красиво смотрятся. Я их люблю очень часто куда-то. Вот на выход, когда идем мы в ресторан, куда-то я их одеваю. Такие они. Потом вот это вот точно. Серебро. Вот эти, вот эти серги. Нет, те я сама покупала. Вот эти мне дочка подарила. Это уже серебро. Кольца такие. Потому что, видите, вот уже видно, что потемнело. Очистить надо. Тоже люблю эти серебряные. Такие классные сережечки. Потом вот такие вот ракушечки. Это бижутерия. Вот такие вот ракушечки. Люблю. У них вот такая вот застежка. Мне нравится. Посмотрите, хоп. Вот так вот она защелкивается. Вот такие ракушки. Их можно и даже не на выход, а так на повседневность одевать. Они не мешают. И очень такие приятные и красивые. Вот такие бусинки у меня есть. Тоже не знаю, как этот камень. Вот это серебро, девочки. Не знаю, как этот камушек называется. Тоже я люблю вот такую вот застежку. Наверное, на камеру не видно. Вот такая вот, чтобы она была плотно так застегивалась. У меня уши маленькие. И как-то вот у меня все время... Не уши маленькие, а вот... Да и уши маленькие. Мочки какие-то, как этих, у мартышек. Такие приросшие. Вот я люблю такую застежку. Она как-то мне удобна очень. Ой, вот эти вот тоже обожаю сережки. Не люблю я, девочки, совсем украшения. Но все обожаю. Это тоже какой-то камушек. Это серебро. У нас в Израиле очень много вот таких украшений вот с этим вот красным камнем. Они такие длинненькие. Тоже очень красиво, когда открыто что-то такое одеваешь. Они так нежно, красиво смотрятся. Вот какой-то красный камень я... Кто знает, девочки, я даже не вдаюсь в подробности, что это за камень, что это за... Потом тоже вот с того же Топтона, это у меня... Знаете, у меня куча таких вот маленьких браслетиков и с камушком там, и еще разные. Вот они, знаете, прямо в этом, в наборе продаются. Иногда тоже одевают цепочки вот эти серебряные, под серебро. И куча вот этих вот браслетов. Так, украшения я вам свои показала, что у меня есть. Теперь давайте к сумкам перейдем. Сумок у меня не так много. Знаете, я не больна сумками. Это для меня как просто необходимость. Я люблю большие сумки. Ну, когда иду на работу, особенно вот большая сумка, это как бы необходимость. Вот моя любимая сумка. Посмотрите, девочки, какая она огромная. Но она сейчас тут полупустая, а так я обычно чем-то ее наполняю. Она из ткани какой-то такой вот дирюшка. Я не знаю, как это назвать. Палаточная какая-то ткань. Здесь кожа натуральная. И ручки тоже. Вот здесь натуральные кожаные вставки. Это, знаете, девочки, кто в Израиле живет, я ее покупала в магазине МИО. МИО, знаете, стиль боха такой. Вот у меня из этого магазина я люблю очень много маечек. И комбинезоны там летние я такие покупаю на таких вот штрепках, как они девочки называются. И под них маечки одеваешь. Комбинезон у меня все-таки со скрешенными штанами. Очень люблю летом. И вот мне там очень нравятся вот эти вот сумки. Вот, смотрите, какая она огромная. Очень люблю ее на работу брать. Потому что, девочки, я на работу, когда иду, я, знаете, много чего туда ставлю. Во-первых, у меня кошелек. Смотрите, какой огромный. Не знаю, надо, не надо. Куча карточек всяких. В общем, наличка всякая, удостоверение личности. В общем, надо, не надо. Такой огромный кошелек я всегда с собой ношу. Потом всегда обязательно на работу я иду. Коробочка у меня с едой. Я там обедаю, люблю, ужинаю. Я вечером себе на работу ужинаю. Люблю свою еду кушать, приносить. Потом у меня вот такая косметичка здесь. Всегда в этой косметичке у меня, девочки, духи. Чтобы они там, знаете, не открывались, не разливались, не в косметичке, не поцарапались. Вот такая косметичка у меня. У меня здесь духи. Что я вчера с собой брала? Марина де Бурбон я брала. А, девочки, давайте сразу вам расскажу. Меня спрашивали, как я наношу на себя парфюмы. Сразу расскажу. Вот, например, Марина де Бурбон. Они, парфюмы, это довольно-таки стойки, но я бы не сказала, что он такой вот прям громкий, что он вас задушит. И смотря какой парфюм. Да, вот этот парфюм, например, сейчас давайте еще его на себя нанесу. Пусть это будет опять моим парфюмом дня. Я наношу так. Раз, два. Сюда я не наношу, потому что он, ну, все-таки, знаете, не совсем такой нежный. Меня поддушит. И вот так вот. Так, все, крышка упала. Два. Все. Этого парфюма девочки достаточно. Вот, например, Марина де Бурбон. У него такая средняя диффузность, средняя стойкость. Например, вот этот парфюм, тоже мой ноябрьский парфюм. Это Estee Lauder, Роса Юности. Какой он громкий, девочки, я не знаю. Я нанесла его на работу вот сюда и сюда. Распыление не на руки, никуда его не надо. Очень громкий. Вот два распыления на затылок. Все. Очень громкий. Кстати, отметили его у меня, ну, хорошо, комплимент получила. Сказали, что такое сладкий, приятный, тягучий аромат, и что он мне очень идет. А я его стеснялась носить. Вот даже получила комплимент. И потому что я нанесла всего два распыления, даже, может быть, наверное, мне кажется, одного бы распыления хватило. Этот аромат никого не задушил, и меня не задушил. Очень приятно так сладко специи его звучал. Вот этот, да, например, аромат, потом тоже мой поезон, тоже, девочки, его достаточно, наверное, одного распыления. Но это, знаете, кто совсем не любит, чтобы так сильно он звучал. Ну, я два наношу. Если сильный аромат, и два на затылок. Потом, если... Вот это тоже аромат такой средней диффузности, он тоже можно сюда-сюда и на руки, и все, этого достаточно. Если аромат какой-то уже, знаете, совсем такой вот, свежачок какой-то, слабый, нестойкий, вот, как, например, парфюмы Джо Малон. Ладно, нанесла уже на себя аромат, не буду смешивать. Я беру и вот так прям, вот так прям обливаюсь, и сюда нанесу, и сюда, вот так вот прям руки все, и сюда, и на одежду, ну, если, конечно, парфюм не пачкает. Вот так вот я, девочки, обливаюсь. Потом еще беру и повторяю, и обливаюсь этим парфюмом. Так, ну, давайте к сумкам, да, подойдем. В общем, сказала, что я люблю большие сумки. Как, знаете, такой анекдот есть, или как... Часто я слышу такое, фигня это, а не сумочка, да, если в сумочку не входит буханка хлеба, пакет молока, ну, и еще и вина можно еще сюда. Вот так я с работы иногда иду. Например, у меня вчера тут бутылка пива поместилась, и булочки я еще ребенку купила. Все сюда поместилось. Не надо ни с какими пакетиками ходить. Вот иду как это, вот с этой торбой. Но мне очень удобно, я люблю вот такие вот сумки. Так, давайте тогда этого плана же буду вам показывать сумки. Вот еще одна такая вот у меня палаточного, типа палаточная ткань такая сумка. Ручки красивые. Вот это оранжевая ставка кожаная, натуральная кожа. Она, знаете, кстати, не дешевая такая. Была уже, не помню, где ее покупала. Ну, типа шоппер, да, здесь такие ручки есть и вот такие. Я очень люблю зеленый цвет, и у меня много зеленой обуви. И я эту сумку, когда вот надо какой-то образ подчеркнуть, я ее беру тоже. Видите, какая она огромная? Все сюда помещается. Так, вот еще один мой шоппер. Вот такой кожаный у меня есть. Это фирма. Девочки, знаете, где я его покупала? В Хорватии. Вот давайте я вам покажу. Может быть, кто-то живет в Европе. Это или Словения фирма, или Черногория. Я не знаю, девочки. Какая-то фирма. Я купила у них две сумки. Еще мы с мужем обуви набрали. И кожаные есть, и кожзаменитель. Очень хорошее качество и красивые сумки. Вот такой я красивого, такого шоколадного цвета купила. Шоппер тоже очень удобно. Ну, если под какой-то стиль одевать, что-то коричневое у вас так вот. Очень хорошо подходит. Потом еще тоже из Мео, из магазина Мео. Еще вот эта моя любимая сумка. Я уже ее выбросить надо. Тоже это палаточная ткань, когда я ее называю. Кожаные вставки. Кожа натуральная. Потому что, знаете, истирала. И что я только с этой сумкой не делала. Это на лето мой такой шоппер. И ручки тоже. С одной стороны они вот такие тканевые, а с другой стороны кожа. Сколько она у меня выдержала, я не знаю, очень много лет уже у меня эта сумка. Так, потом давайте маленькие сумочки. Это когда, знаете, я не на работу иду, а так просто выйти, кошелек положить. У меня есть вот такая тоже, девочки, кстати, из магазина Мео. Она, кажется, маленькая. Очень маленькая. Но она такая вместительная. Сюда тоже, кстати, может пакет молока поместится. Потому что, видите, она такая вот широкая. Такая широкая. Ручка такая есть. И вот такая ручка. Вот. Это не кожаная. Это здесь, наверное, видно, да? Нет, я думаю, что, наверное, не увидите Мео здесь написано. Обожаю сумки у Мео. Такие красные сумки. Еще себе парочку присмотрела. Хочу купить. Так. Потом. И вот такая еще у меня она. Если я... Ну, мне ничего много не надо носить. Это, девочки, тот же самый Топтон. Это не кожаная сумка. Но уже тоже 100 лет ей в обед. Очень она удобная, вместительная. И, знаете, Топтон, кстати, тоже хорошего качества сумки. Вот сколько я покупала. Они выглядят так хорошо, знаете. Так недешево выглядят сумки. И качество у них очень хорошее. Вот эту сумку я брала на выход, когда выхожу. Это, знаете, уже что-то тут такое. Саринка какая-то. Такая блестящая. Вообще малюсенькая. Здесь только телефон, девочки. И может пудра поместится. Она совсем маленькая. Такая серо-блестящая. Это только на выход куда-то. Вот в ресторан под какой-то наряд. И еще вот, девочки, тоже вот я купила вот этой вот фирмы сумочку. Вот этой вот в Хорватии, когда мы были. Вот еще вам поднесу, покажу. Это сумочка тоже той же самой фирмы. Ой, вот эта мне так понравилась. Здесь еще есть длинная такая ручка. Это не кожа. Она недорого стоила. Но очень красиво подходит, знаете, каким-то образом. Вот вы идете куда-то. Ой, какая она классная. Очень она мне понравилась. И вот еще у меня такая сумка есть, девочки. Это самая дорогая сумка у меня. У меня вообще сумки, знаете, не особо такие дорогие. Вот это самая дорогая. Вот фирма, посмотрите, я вам приближусь сюда. Видно? Видно, да? Это итальянская фирма. Я ее покупала, девочки, в Израиле. В Израиле она мне так дорого обошлась. А в Италии она в три раза дешевле стоит. Мы потом посмотрели. Это кожа натуральная. Посмотрите, какой цвет такой серо-бежевый. Очень она ко всему подходит. И очень вместительная она. Только единственное, что мне не нравится, что она форму не держит. Ее надо наполнять. Но я люблю наполнять сумки всякой белибердой. Вот. У меня еще такая сумка. Есть тоже очень много ей лет. И качественная такая. Классная. В общем, обожаю вот эту сумку. Так, ну, вроде бы я все показала. Ничего не забыла. Раскидала тут все. Сейчас полдня еще буду убираться. Прошлое видео, когда снимала, говорила про, что мне нужен новый парфюмерный шкаф. Я вас насмешила. А вы мне тоже насмешили. Начали предлагать там разные варианты. Что еще можно сделать. Мне даже посоветовали на этот шкаф второй этаж подстроить, туда настроить. Потому что шкаф этот невысокий. Нет, настроить этот шкаф я не могу. Потому что у меня там кот живет. У него там стоит коробка. У меня такая коробка. Там зимнее одеяло лежит. И он на этой коробке спит. Я не могу оттуда его выселить. Уже пыталась. Эту коробку на другой шкаф ставила. И что только не делала, нет. Он будет. Я коробку убрала с этого шкафа. Он залез и начал мяукать. Мяукал до тех пор, пока я ему коробку назад не поставила. Вот он привык. Нет, это не вариант. Мужа выселить это. Да, вариант. А кота нет, девочки. Кот это святое. Он же в ответе за того, кого приручили. Все, на этом я буду заканчивать. Кому понравилось это видео, не забудьте поставить лайки. Кто еще не подписан, подпишитесь. Всех благодарю за просмотр, за ваши комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok